Вот этого, который замом у секретаря Данилова там сидит, который, собственно, отвечает за, помните, за Иловайский котел Шапошников, детально это все рассказывал. То есть она оказалась провальной, шептала этого генштаба, все, я объяснял, что надо делать, что нельзя, теперь идут ролики, что нельзя было наступать на это в лоб южное направление. Я же все говорил, что это нельзя делать, все объяснял, рассказывал, как делать, ничего не было сделано. Ну так если вы такие там тупорылые находитесь, а биомасса их вся поддерживает, ну так кто же вам Рабинович, как говорится, да? Вот, ну и что получается? Сейчас, то есть фронт практически это коллапс. Ну слава богу, еще за счет патриотизма войны наши держат, но как долго это будет продолжаться, это большой вопрос. Ничего там нет, никакого оружия практически не поступает, все это просто сопли-вопли всяких, так сказать, третеразрядной номенклатуры западной, которая приезжает к Зеленскому, чтобы с ним сфотографироваться, но реально никаких серьезных там пакетов, которые бы могли изменить ситуацию регулярно, нету. Даже не хочу это перечислять, это и так все известно и понятно. Уже сто раз посмотрите мои видео, все это я разжевывал этим болваном, разжевывал, ну это все. Не в этих самых, не в лягушек корм, это даже не кони, не в коня корм, такое выражение есть. А это лягушки какие-то стоят, ящерицы, лягушки, как их еще назвать, зеленые все. Теперь дальше идем. Обмен вот этими ударами дронов, ну и что? Ну, психика рано или поздно у гражданского населения и в России, и в Украине начнет рушиться. Она уже рушится, но будет еще сильнее. Это будут новые массовые самоубийства, выбрасываться будут с домов, с балконов, совершаться насилие будут, под поезд, поезда будут бросаться, метро, ну в общем будет просто какой-то Армагеддон, апокалипсис до Армагеддона еще далеко. Дальше следующее происходит. Это то, что Украина уже понятно лишится в новом году, она лишится главных своих партнеров, тех, которые держали Украину. Это США, Великобритания, Германия, ну и Франция, само собой. Но Франция всегда так бы сбоку немножко была. Но США тут как бы уже все понятно, я вам уже это все разжевываю, разжевываю уже несколько месяцев. Всякое шобла говорит, что так не будет, а оно все сильнее и сильнее, и все более ярко это проявляется. То есть не будет денег для Украины, ни в каком пакете не будет, ничего этого не будет. Это уже как бы однозначно Нижняя Палата, она никаких денег не даст. Оскорбления Зеленского, Трампа, они приведут к очень, уже я думаю привели к тяжелейшим последствиям для Зеленского. То есть он вообще там полностью списан, тем более наезды на Джулиани, это все, это что мы даже не знаем, а еще что мы, вернее, что мы знаем, а что мы не знаем. Плюс это интервью совершенно какое-то невменяемое этому Фоксу, Мэрдоку, где он наехал на Трампа и так далее. То есть это все уже означает, что практически у Зеленского, у его Ермака, у его Маркарова, его бригады никаких шансов нет. А если еще поднимут материалы о том, как были выборы Клинтон и что тогда был такой там посол Украины, и в посольстве Украины руководитель штаба Клинтона, как тогда свидетельство там писали, проводил совещание ее штаба, если это сейчас все вытянут на ружу, итальянская у него фамилия у этого парня, который был у Клинтона, если это сейчас все вытянут наружу, то тогда будет к этой Клинтон и Обаме, и этому Демпартии, и Байденам такое, что им мало не покажется. Еще это не подняли. А поднимут, поднимут, там это можно легко зафиксировать, вызовут этого предыдущего там, который был во время Порошенко, он такой сейчас вообще как стал, как этот самый симпатичный такой паренек, вызовут его, и он вынужден будет под присягой давать показания. А если не он даст, тогда дадут другие работники посольства, там же это скрыть нельзя было. Поэтому это просто еще Трамп туда не докопался, его люди, но я думаю докопаются, потому что Клинтон же у нас тоже на 10 лет парня этого Свермонта хочет посадить, за то, что он какую-то там картинку поставил. Вот, и это вспомнилось через уже 5 лет после того, как кампания закончилась. Ну, такие сейчас тоже вспомнят, 16-й год, тоже ж недалеко. Поэтому США уже практически полностью вырублены, то есть уже все, деньги закончились, оружие закончилось, пакеты закончились, все. Соединенные Штаты Америки ничем помочь Украине ни на фронте, ни в ее бюджете уже практически не могут. Все. Приезд Остина, это было последнее, так сказать, птичка долетела, и уже последняя форточка закрылась между Украиной и США. Зеленский, видите, уже про США вообще ничего не говорит. Ему уже сказали, все, тебе уже тут ничего не светит. И сказали, залужного ж не трогать, потому что они понимают, что тогда вообще все рухнет. А у них они не представляют, что им дальше с Израилем там и на Ближнем Востоке делать. Там такая буря разрастается, такая война многоканальная будет, что это, кто ее остановит. Еще на Катар перебросится, на Саудовскую Аравию, на Бахрей, на Объединенные Эмираты. Придурки всякие, недоумки покупают там недвижимость в Объединенных Эмиратах. Их первых и грохнут, эти Эмираты. Боже, какие все-таки люди болваны. Прямо удивительно. Миллиардеры, мультимиллионеры. И вот лезут как просто в эту, это надо же лезть туда, в исламскую западню эту, в яму. Так вот, смотрите, что дальше. То есть США полный коллапс. Он откроется в ближайшие как бы периоды. Дальше. Уже близится полный коллапс по поводу, ну в середине декабря он наступит. Это в связи с Европейским Союзом. Решением лидеров не будет никакого решения начать переговоры с Украиной. Уже четко. Орбан занял позицию, Фицца занял позицию. Сейчас они склоняют к этому Чехию, что надо потерпеть, не отложить это до марта. Мягкий вариант. Ну и Нидерланды. Ну и Ирландия. Ирландия сейчас может выпасть. Там идут колоссальные столкновения. И чем они закончатся неизвестно. И конечно это прежде всего сейчас, ну плюс Польша. Уже однозначно, что Польше некому будет говорить на эту тему во время этого сам. Это кто? Ну Дуда разве что? Ну он не может. Надо, чтобы премьер-министр Моровецкий, кто будет от них участвовать. Моровецкому Дуда в понедельник, я вам сделал видео, даст на две недели полномочия собрать большинство под свое правительство в Сейме. Конечно он его не соберет, поэтому будет какой-то колоссальный кризис. Я сказал вам, какой может быть. Теперь Нидерланды вылетают, потому что победа этого партии свободы так называемой. Он вообще противник Зеленского, Украины, войны и всего прочего. То есть уже как ось сформировалась в Европе. Это Венгрия, Словакия, Нидерланды. Теперь если еще Ирландия, Польша, Чехия никуда не денется. Тоже в Вышеградская вся четверка туда пойдет. То есть практически уже есть ось против Украины. Теперь смотрите, особенно конечно удар по Нидерландам. Это вообще, для Путина это просто как бы огромный подарок под елочку. Дал ему этот Папа Римский, сделал для Путина. Ну теперь идем дальше. Что получается? Теперь Германия. Появляется новый фактор. Я вам это тоже объяснял. Это все как идет воронка. Вот вернее это как раскручивается. И есть эта линия. Есть точки бифуркации. Вот вертикальная линия. И когда совпадают точки бифуркации. То есть нерешенные задачи на прежних старых уровнях. Они приходят в новую реальность. В новое время. В еще более тяжелых формах. Вот та задача, которая была нерешена. Из-за чего собственно убрали тогда и Скоропадского. У него фамилия такая. Скоропадский. Едьман назывался почти. А сейчас Зеленский у нас уже Едьман. Она привела к чему-то. Это именно из-за пролетарской большевистской революции в Германии. Которую инициировала банда Ульянова Бланка, Бронштейна Троцкого. И все это комарили его. Сталина кстати там не было. Сталин это вообще был абсолютно лузер какой-то. Там не пришей кобыли хвост. Его вообще старые большевики не считали за какого-то серьезного человечка или фигуру. Болталось там где-то между этими самыми, между ногами. Ну вот оно потом просто захватило власть. Так всегда бывает, что какая-то шпана, тварь какая-то совершенно подзаборный. Шмурдяк, он потом привокзальный, так сказать, бомжи. Они потом в силу определенных обстоятельств, ну шариковые. Это чисто Шариков-Швондер. Этот конечно прекрасно описал. Этот Булгаков это все их суть. Также кстати как Пушкин, почему-то так ненавидят его власть. Это бомжей зеленых в Украине. Так же как он описывал это в своем произведении, вот эту всю суть «Пиковая дама». Там очень классно все это показано. Вот фактически в Украине сейчас точно «Пиковая дама» идет. Так вот смотрите, что происходит. И Зеленский это вот этот игрок, который все ставит на кон в этом казино сатаны. На этой кровавой рулетке 666. Он всю Украину туда поставил. Но люди молчат. Люди молчат, значит им это все очень нравится. Им до вподобы те, что робит Зеленский. И вот, як бы, вот очень. Так вот смотрите, что получается. То есть сейчас будет, почему-то да, УНР была так уничтожена. Хотя она была уже субъектом международных отношений, созданы были государственные институции и так далее. Потому что произошла пролетарская революция в Германии. И Германия перестала быть империем. Кайзера свергли и все остальное. И она вышла из войны. И она забрала свои войска, которые поддерживали режим этого Скоропадского в Украине. И туда зашла тогда эта большевистская коммунистическая чекистская басота Ленина и прочей твари Дзержинского. Так вот, в принципе, сейчас очень подобная ситуация. Чрезвычайно подобная. Смотрите, что заявил премьер Баварии. Он заявил о тяжелом государственном кризисе в Германии. В Германии наблюдается тяжелый государственный кризис. Заявил премьер-министр Баварии, председатель ХСС, Христианско-социального союза Маркус Зедер. Он первое место занимает, первое место среди всех популярных фигур в Германии. Он лидер реальный, не этот, который ХДС возглавляет. Это уже такое, его время просто прошло. А Зедер, он такой, как раз, это его время. Он считает, что место нынешней коалиции, светофора, уже теперь не, оно должно быть правящее. Они должны быть в оппозиции. По его мнению, правительства нет ни плана, ни головы для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. Ну, как в Украине, все то же самое. Зедер заявил, что в Германии возникло не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, а чрезвычайная ситуация для правительства. Заявил он Байершер Рундшунд. Проблема в том, что в Германии в связи с решением Конституционного суда, о том, что не дали правительству Шольца вот эти 60 миллиардов евро перераспределить из доп. бюджета 2021 года, которые были. И сейчас складывается ситуация, что правительство практически имеет коллапс бюджета, катастрофу бюджетную. Более того, теперь лидеры вот этого Союза 90, зеленые, которые у них во фракции, в правительственной, в Бундестаге резко раскритиковали Шольца за слова заинтересованности Германии в расширении поставок газа сжиженного из Нигерии. То есть, что это не согласовано и так далее, и так далее, что это все неправильно, что это не имел права он так говорить. То есть, начался разлом коалиции в середине зеленых и социал-демократов Шольца. Ну и в этой связи уже мы можем с вами потихоньку говорить, что все приближается к тому, что могут уже говориться, что будут выборы в 2024 году в Германии. Об этом вот заявил этот самый премьер-министр Баварии, но и такой тоже очень пропутинский человек, но очень грамотный такой политэкономический эксперт, он такой влиятельный очень человек, как Рар. Он заявил, что правительственный светофор Шольца будет сметен в следующем году, сметен, понимаете или нет? И он заявил, что, а для Баварии этот кризис чрезвычайно тяжел, потому что бюджетный, потому что деньги забирать будут у них, а у них очень хорошая финансовая экономика, нормальная ситуация. И речь идет о том, что сейчас надо Шольцу немедленно начать резкое сокращение расходов бюджета. Это, конечно, будет касаться прежде всего и военной помощи. То есть...